привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть сцп контейнент bridge мы находимся у вендинг машин то есть у торгового автомата который сломан и скорее всего вы знаете это не мы сломали его это он сломал нас потому что я сейчас допустим нажимаю escape и я не могу выйти в меню из-за того что я сначала выпил напиток который дает мне бессмертие на полторы минуты а потом выпил напиток смерти который меня должен был убить намертво я сейчас не там не там и не знаю как это скажется на дальнейшей игре но если будут какие-то серьезные проблемы то я просто это все исправлю читаем потому что охота же посмотреть что у нас там дальше и игра ломается но не ущерб вам дорогие зрители так что все у нас будет хорошо ладно теперь можно дальше двигаться отсюда мы насколько я понял прекрасно справились главной задачей то есть ворота б у нас сейчас должны быть открыты 173 как бы там ни было для начала давайте-ка мы доберемся до туда что ли я не знаю он там сзади у нас кабинеты докторов которые здесь всем руководили их можно было бы а вот вот они тут и запутался уже можно было бы посмотреть что там ну и то есть с помощью но клипа но я это буду делать в самом-самом крайнем случае сейчас давайте-ка мы просто будем заниматься своим делом мужчина ты меня начинаешь доставать а представьте вот на самом деле то есть этот колокольчик многие спрашивают а в чем его опасность вообще в целом и периферийный ты тоже уже как домашнее животное мне да люди и человеки короче говоря этот колокольчик и появляющиеся галлюцинации вот этот который постоянно следит за нами казалось бы она безопасна но вы постоянно ощущаете на себе чей-то взгляд постоянно ощущаете куда ты меня ведешь туда вниз но там внизу же ничего нет кроме этого аппарата который мы сломали постоянно ощущаете его присутствие и как только вы высыпаете чувствуете что у вас начинает кто-то тормошить и бить то есть тут постоянно у вас не получится поспать вы сойдете с ума это самое страшное по моему один из самых страшных сцп вообще по сути то своей ладно как бы там ни было давайте двигаться я бы сказал что у нашего героя проблемам после того как я очередной раз позвенил колокольчиком сделать специально как вы помните на самом деле это сделал чтобы нам с вами не было скучно потому что временами он добавляет лишних кирпичей но нашего героя все-таки жалко конечно в такие моменты да так хорошо отлично а вот у нас и гейт би они открыты это очень круто а что у нас там двери все открыты так здесь еще один такой выход тоже закрыт то есть еще один тупик хорошо тут гейт би а тут а тут у нас насколько я понимаю должно быть направление к вратам а то есть карты пятого уровня неплохо косячки хорошо все повисли короче говоря тут у нас я сейчас удостоверюсь просто гейт би это уже вторая концовка и мы судя по всему до нее добрались или как вы думаете я правда не знаю этот ни разу не был но вот эта дверь она обычно закрыта а в этот раз искусственный интеллект открыл нам дорогу и мы можем выбираться кнопочку у нас есть все очень круто давайте для начала так нельзя сохранить в этой локации а ведь как они поправили то что грузишься в определенных локациях и провалишь сквозь землю в этих локациях теперь просто нельзя нельзя сохраняться хорошо офисы в офисах меня я помню где-то годик назад или когда мы там играли в первый раз для меня было самое страшное место потому что тут донимал просто дедушка постоянно а сейчас дедушка сидит в тюрьме это хорошо карта второго уровня так но в принципе электричество особо то выключены и особо отработать ничего не будет не знаю куда я иду вообще жить здесь наверно скромник сидел скорее всего конференция комната охренеть здесь явно был дедушка это мне не очень радует так ну и вроде как ничего особо то и нет ненавижу места в которых был дедушка это все мы читали поэтому смысла особо в этом сейчас нет уточка что это блин уточка пропал а вон она теперь там она постоянно перемещается это очень нервирует а вот сейчас когда когда на нее смотришь и обращаешь внимание в итоге она это тупик а нет а это врата а отлично блин у нас просто две концовки вы представляете то есть мы можем сейчас пойти в любую давайте для начала мы для начала сохранимся и сходим сходим на а но без деда мы там наверно ничего не сможем получить не давайте сходим на бы мало ли чё там сейвом будет так но это дверь не откроется вообще не уверен что там за ней что то есть доктор но звуки оттуда какие то как будто все затоплено не беспокоит что здесь везде открытые двери потому что если это действительно сейчас вернется то ну его нафиг хотя мы в принципе 173 заперли поэтому я думаю никто не никуда не вернется ух твою мать да что ж ты ладно пойдем концовки меня мотает так видите да как у меня с выносливостью хорошо это круто так сохраняшечка этого погнали с богом я правда думал что вот эти врата должны быть открыты ну может я чего-то не понимаю игра как обычно вылетела ну что попробуем еще раз в этот раз я надеюсь у нас ничего вылетать не будет сцепы это все-таки такой сцепы посмотрим чё бы нет хорошо это хорошо так подожди в этой штуке у нас по моему выносливость не кончается давайте побежали в ней белый свет ух офигеть офигеть где я я я хочу все видеть это ящер вырвался ящер ящер вырвался офигеть нам всем жопам да и мать да и мать Куда идти? Куда идти? Что делать? Компьютер, помогай мне, если можешь. Нас же сейчас разбомбят. Я не буду сейчас читать. Я должен выбраться. Ну, отлично. Мне край. Офигеть просто. Мне хана, короче, я не знаю. Твою мать. Да, вот так и кончается игра. Вторая концовка, дамы и господа. Ох-хах-хах. Ох-хах-хах. Короче говоря, вы слышали эти переговоры? Один говорит второму. Номер такой-то. Говорит, подтвердите уничтожение цели. Тот такой. Ничего, говорит, не вижу из-за дыма. Потом такой. Тот такой. Прием. Прием, номер такой-то. Короче говоря, неубиваемого ящера они этим не уничтожили. Ну и что я хочу сказать. Мы сделали практически все, что могли на данный момент. Правда, не нашли все документы, потому что мы их не искали. Но 71 из 74 комнат обнаружили. И, в принципе, это, на мой взгляд, все, кроме документов, кроме кабинетов докторов, к которым я попасть просто, ну, физически не мог. Потому что кое-что делал неправильно. Так. Вещи, переработанные в 914-м. 18 штук. Не использовал консольные команды. Ну, тут я каюсь, использовал. Но разработчики, мать вашего, и сделайте рабочую игру, тогда я их использовать не буду. Как бы в этом все дело. Поймал SCP-106. Галочка стоит. Убежал из карманного измерения. Ну, нафиг я туда больше в жизни не пойду. Нафиг нужно такой случай. Это кошмар какой-то. Можно заменить SCP-106 в Тесла-ворота. Помните, Тесла-ворота, это та ловушка, в которой я помирал во время первого прохождения. Или второго. Короче говоря, можно оказываться и вот так вот. Ладно, будем знать. Так, получить костюм СНА... А, получить СНАФ Ultimate. То есть, навигатор. Получили. Получить ключ-карт ОМНИ. Получили. Войти в офисы докторов мы не смогли. Короче говоря, я считаю, довольно комплексное получилось. И очень... Очень объемное прохождение, в котором мы затронули вообще все, собственно, нюансы игры. Что нам осталось? В принципе, посетить кабинеты доктора, докторов этих, да пока что и все. Но я думаю, этим мы займемся, когда выйдет уже серьезное обновление этой игры. Когда будет во всем этом смысл. Пока смысла особого, я думаю, возвращаться к игре нет. Так что, сейчас мы с вами закончим. Есть еще, конечно, в принципе, чем заняться. Можно, допустим, будет начать по новой и переработать, скажем... Блин, что я хотел сказать? Блин, может заглянем через... Давайте заглянем. Интересно же. Охренеть! Что это? А у меня не лезет уже просто. Так, хорошо, тут, похоже, дед побывал, да? И больше тут, я так смотрю, ничего особо нет. Смотри, какой тут просто дедушка пришел и все. Жизнь отсюда исчезла. Так, косяк мы выбросим. Батарейка тоже нам не понадобится. И возьмем второй листочек. Хорошо. Почитаем записи. Просто на самом деле, мы к игре уже не вернемся довольно продолжительное время. Так. Короче говоря, говорит о том, что он здесь самый яркий. Пум! Все как всегда. Очень-очень нечитабельный шрифт. Описание старика говорит о том, что он мог бы, я думаю, без проблем выбраться из комплекса. Просто он очень ленив. Он как лев. Рычит. Берет все, что он хочет. Но не особо старается. Всегда будет завтра, всегда будет потом. И всегда, говорит, будут появляться трупы. Я не могу смотреть, как он наблюдает за мной. Через все эти этажи наблюдает. Короче говоря, у человека уже крыша начала ехать по поводу того, что дедушка за ним следил. А потом дедушка, как вы видите, сюда пришел. Ничего хорошего из этого не получилось. А вторая записка? Тупая машина с тупейшей идеей в этом тупом мире. Эта машина часовая не работает правильно. Я отдал ей классную карту и хорошо попросил, а получил лучшую возвращение. Короче, тут написано про его эксперименты. Я с очень большим трудом, скажу честно, читаю, что там написано, потому что, ну, поняли почему. Шрифт какой-то ненормальный. Ну, в общем, ладно, посмотрели и ладно. Можно было бы, конечно, там еще посмотреть кабинет докторов, но я думаю, мы это оставим на более полной версии игры. Просто увидел и что-то мне вот прям захотелось посмотреть, что же там такое. Так, что я делаю? Вот так вот. Вот так вот. Хорошо, и все, давайте уже выбираться отсюда через кабинет со 106-ым. Но так как 106-го нет... Вернее, говорю, через кабинет со 106-ым. Короче говоря, через комнату со 106-ым только я сохраню сейчас. Так как 106-го нет, я думаю, это будет практически невозможно, потому что нас тупо расстреляют сейчас. Если мы не вылетим, конечно. Я его не вижу. Дверь закрыта. Так, ну я и солдат особо не вижу. Нет, вижу. Тревога. Нужна ключ-карта. Давай ключ-карту не подводи. Так, хорошо, сейчас просто... Просто топим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здрасте, здрасте. Здрасте, до свидания. Давай, давай, родная. Открывай, открывай. Закрыто. Не хана. Да. Короче говоря, вот так вот оно все и кончается. Я отсюда даже не выберусь, да? Потому что им стрелять не в кого, кроме меня. Почему же ты не открываешься? Ну ладно, что, пойдем. Дадим себя убить. Прощай, жестокий мир. Фу, ну что? В принципе, на этом все. Мы посмотрели практически все, что могли. Напомните мне, что мы не посмотрели. Потому что, насколько я помню, мы посмотрели все. Единственное, что мы не сделали действительно, это не выбрались из карманного измерения дедушки. Ну, я просто там провел где-то пару часов. У меня почему-то яркость не настраивается. Поэтому я там практически ничего не вижу. Там на полу где-то подсказки. Где-то там можно даже код найти от одного из этих кабинетов. Но я не могу этого посмотреть, просто потому что я гамму не могу увеличить. И это главная причина, почему я туда не хочу. В остальном мы еще только кабинет, наверное, не открыли. А так мы сделали вообще все. Можно, конечно, там еще повозиться, повторюсь, с машиной для улучшений. Но это уже так, мелочь, брызги. И я не думаю, что этому стоит уделять особо много времени. В общем, все. Вот такие вот дела. Давайте на этом пока прекратим. Я думаю, где-то через пару-тройку месяцков... Блин, вот это вот слово. Может быть и подольше. Когда там выйдет что-то еще более осмысленное. Мы вернемся к этой игре. А на пока что прекратим. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Сейчас у нас очень много всего крутого в планах. Так что оставайтесь на канале. Но пока что, собственно, все. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok